И теперь официальные цифры. Четверть региона оказалась в Амгле. Снежная наледь оборвала провода и оставила без света 847 населенных пунктов, в которых проживает 22 тысячи человек. Снегопод отразился на работе 1200 подстанций в разных районах. В результате множество сельских школ и больницы оказались без электричества. Детей отправили по домам, пациентов пришлось перевозить в другие стационары. Моя коллега Нина Свечникова подробнее. В Ярославском районе по состоянию на 9 утра из 27 школ электроэнергии отсутствовало в 14 школах. И из 12 детских садов в 6. В некоторых обесточенных школах уроков не было. Детей отправили по домам. В больницы завозили резервные электрогенераторы. Ярославский, Рыбинский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский районы. На областной комиссии по чрезвычайным ситуациям по видеосвязи главы по очереди рассказывали, какой урон нанесла им снежная стихия. Одна из самых сложных ситуаций в Переславском районе, где из-за отсутствия электричества в Нагоревском сельском поселении прекратилось водоснабжение. Насосы встали и качать воду из скважин стало нечем. Без воды остались 1700 местных жителей. Четыре детских сада, три школы и одна больница. Глава регионального правительства поставил задачу перед энергетиками в считанные часы восстановить электроснабжение во всех населенных пунктах. 120 бригад ремонтников направлены в разные районы. Отключение значительное. По итогам будет разбор, где неправильно сработали энергетики наши, где не подключены резервные источники. Большой разбор полетов, он впереди. В настоящий момент, так как отключено практически четверть населенных пунктов области, вот в ближайшие сутки необходимо восстановить полностью электроснабжение. В ряде мест Ярославля ситуация тоже сложилась критическая. Например, здесь, на улице Чайковского, сильно накренился фонарный столб. Еще чуть-чуть и произойдет обрыв проводов. Хотя все-таки основные проблемы с электричеством произошли в районах. В областном управлении МЧС предупредили, если за сутки положение не изменится, то в регионе может быть объявлена чрезвычайная ситуация. То есть, будем переходить на круглосуточный режим работы, не только как в МРСК Центре Главного управления, но и все органы местного самоуправления. Будем организовать круглосуточное дежурство на объектах, которые мы не сможем подключить. Еще одна проблема – уборка заснеженных улиц. Федеральная трасса более-менее в порядке, чего не скажешь о мелких магистралях. На ковер у региональное правительство вызвали подрядчиков, ответственных за уборку улиц. Претензий звучало немало. На перекрестках вот эти валы, которые образуются, куда же с ними делать? Их надо собирать, наставлять. Как главы оценивают? На тройку. На остановках участники кармана были согласны. Ночью в Ярославле на уборку улиц вышла далеко не вся имеющаяся техника. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Ленинском районе и на Перекопе. Отметили также плохую уборку тротуаров. Дворники не всегда успевают, а кое-где просто не хотят убирать территорию вручную. По данным города, в центре работают 140 дворников, за Волгой – 257, на пятерке – 128. Лидирует по количеству дворников Брагина, там их 365. А вот на Перекопе только 85. Но если бы все устроенные на эти должности работали добросовестно и качественно, то Ярославль, несомненно, стал бы чище. Нина Свечникова, Александр Быков.